Всем привет! Сегодня мы обсудим новый кросс универсал ладу гранту 2024 года. Первые снимки, будущие новинки, цены и технические характеристики будут рассмотрены далее. А вы подумайте и напишите в комментариях, устраивают ли вас нынешние темпы развития моделей автоваза? Возможно у вас есть идеи и мысли, что сделать отечественному производителю, чтобы снова стать мощным концерном как в СССР. Также прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Российский автопроизводитель готовит новое поколение популярной модели гранта и вседорожный универсал. Модель готовится к долгожданной смене поколений, которая не менялась с 2018 года. В новой генерации появятся как минимум седан и кросс универсал. Вплоть до центральной стойки кузов универсала будет идентичен седану. Вседорожную версию спереди будут отличать оригинальная решетка радиатора с шестиугольными сотами в стиле рестайлинговой весты и новый бампер с круглыми противотуманками. По периметру кузова сделают обвес из неокрашенного пластика. Сбоку универсал гранта можно будет узнать по восходящей подоконной линии в задней части, а также по характерному изогнутому разъему крышки багажника и бампера. Фонари похожи на те, которые получит седан, однако у них все-таки будет оригинальная форма со скошенными внешними гранями. Большую часть заднего бампера займет массивная пластиковая накладка. Ожидается, что новое поколение гранта будет построено на платформе CMFB, доставшейся от концерна Renault-Nissan. Моторная гамма гранты будет оснащаться бензиновыми атмосферниками объемом 1.6 литра и мощностью 90, 98 или 106 лошадиных сил. Премьера гранты нового поколения ожидается в следующем году. Сегодня в России нынешний Cross Universal предлагается по цене от 837 900 рублей за 90-сильную версию с 5-ступенчатой механикой в комплектации Classic Advance. Более мощный 606-сильный вариант в комплектации Comfort обойдется в 919 900 рублей. Ну а если вы планируете купить новый автомобиль, то самый выгодный способ это зайти на автоспот.ру. Ведь только тут собраны все предложения на автомобили от официальных дилеров. Причем указываются и скидки. Возьмем для примера китайские автомобили. Тут встречаются скидки от 50 до 100 тысяч рублей на покупку за наличные. Если в вашем городе таких скидок нет, посмотрите к примеру Питер. Там прям предложения очень хороши. И так по каждой марке и модели. Остается лишь выбрать машину и оставить заявку для бронирования. Заходите на автоспот, ссылка в описании. Представленные видеоснимки цепляют за счет дисков новой модели, но реальность такова, что таких дисков на ней никогда не будет. По идее останется тот же двигатель коробка сцепления. Суровая реальность – это маленькие колесики как у актуальной модели. А что вы думаете по поводу новинки автоваза? Понравился ли вам ее внешний вид? Пишите в комментариях ваше мнение. Ну и обещанная мною шутка юмора. Семен Маркович, а это правда, что деньги не пахнут? Эх, ребята, вот что я вам скажу. Одно дело, когда деньги не пахнут, и таки совсем другое, когда не пахнет деньгами. А на этом все, буду держать вас в курсе всех событий. Не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик.